В повестке дня этой сессии более 40 вопросов, но вот два особо резонансных. Первый касается введения штрафов за неоплату парковочного места, а второй – регулирование алкогольного рынка. Обсуждение поправок в закон Края об административных правонарушениях было напряженным. Все фракции высказались по этому поводу. С одной стороны, отметив, что центр Краснерска разгрузился от транспорта, с другой – звучали мысли об увеличении парковочных мест, в том числе необходимости строительства наземных и подземных парковок. Здесь как бы движение двухстороннее должно быть. Власть должна думать о том, как расширить количество парковочных мест, а автолюбитель должен следовать закону. Нарушил – заплатил. В итоге законопроект о штрафных санкциях за неоплату парковок был принят во втором чтении. Сумма наказания уменьшилась по сравнению с первоначальной, когда предполагалось платить тысячу рублей физическим лицам и две тысячи юридическим. Теперь штраф составит для физических лиц от 300 до 800 рублей, а для юридических – от одной тысячи до 1800. Окончательную сумму будет определять административная комиссия в каждом конкретном случае. Различные факторы могут учитываться, как, грубо говоря, условно, до семейного состава, многодетных, к примеру, насколько он повторно совершил, либо первый раз совершил. То есть много факторов, которые будут играть в установлении ответственности в этом части. Новые правила вступят в силу после того, как закон подпишет губернатор края и через 10 дней после опубликования документа в официальной газете. Это произойдет уже в следующем году. На сессии присутствовал и глава Краснодарской Дхамак Булатов. Он отметил, что работа над проектом продолжается. Все эти вопросы находятся на контроле. И, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы этот проект реализовался с максимальным учетом всех замечаний и всех предложений, которые прозвучали в процессе обсуждения закона о внесении изменений в административные правонарушения. В мае следующего года депутаты заслушают отчет главы Краснодарской развитии проекта платных парковок и в целом об организации автомобильного движения в городе. Второй актуальный вопрос касался алкогольного рынка. С докладом об этом выступил министр промышленности, энергетики и торговли края Анатолий Цикалов. Он рассказал, что после ЧП, когда от отравленного алкоголя умерли 11 человек, а пострадали более 50, было изъято из оборота более 200 тысяч литров в контрафактной алкогольной продукции и были проведены сотни проверок. В рамках лицензионного контроля министерствами исключены из лицензии 743 объекта, в том числе после случаев массового отравления суррогатом 346. К административной ответственности за нарушение законодательства об обороте алкоголя привлечено 189 юридических лиц. Сумма штрафов составляет 9 миллионов 410 тысяч рублей. Но это на текущую дату. По данным полиции, края уже точно установлено, что отравленный алкоголь продавался через интернет, а в розничной сети таких фактов не зафиксировано. По этому уголовному делу, которое расследует Следственный комитет, установлена полностью цепочка, как все происходило, где, в каком месте была произведена задержаны, арестованы 6 человек по данному уголовному делу. Сейчас идет следствие в этом процессе. Руководитель Центра стандартизации Василий Маргун заявил, что, по его сведениям, до 60% алкоголя являются фальсификатом, а потом обобщил данные на все продовольственные товары. В крае более 60% продуктов в реализуемых магазинах являются либо низкого качества, либо представляют угрозу для здоровья потребителей. В итоге председатель законодательного собрания края Александр Ус предложил создать краевую систему контроля качества. Мы не уверены уже ни в чем, в том, что покупаем. Разве это нормально? Это не нормально. Поэтому, конечно, имея в виду, что это не наша компетенция обеспечения тотального контроля на продовольственном рынке, тем не менее, я думаю, что Красноярский край в состоянии создать какой-то знак качества и давать ему его хотя бы небольшой номенклатуре продукции, за качество которой он ручается. Конкретные предложения по этой теме депутаты намерены обсудить на ближайшей сессии в следующем году. Андрей Стародым, Денис Лемошенко, Александр Ермошенко. Новости. Денис Лемошенко. Новости.